Здравствуйте, дорогие коллеги. Ничего себе, у нас даже таймер здесь есть, чтобы мы знали, да? Время пошло. Просто никто не смотрел, наверное, на таймер, я поняла. Дорогие коллеги, разрешите вам сегодня представлю свой доклад. Спасибо большое, Татьяна Юрьевна, за представление, Светлана Анатольевна. Сегодня я хочу рассказать вам про тюморборд. Мы называем его между собой MDT, да, это мультидисциплинарный тим, менеджмент, да, по-русски мы говорим мультидисциплинарная команда. И основной, наверное, мой сегодняшний посыл моего доклада – это не онкокомиссия. Онкокомиссия и MDT – это две разные вещи. Хочу разобрать сегодня с вами, для чего он нужен, зачем он нужен, какие несет выгоды для нас и для пациента. Что такое тюморборд? Это определение Национального института рака. Это мультидисциплинарная команда специалистов здравоохранения в онкологии смежных специальностей, целью существования которой является предоставление пациенту оптимальной тактики лечения и дальнейшего наблюдения. Тюморборд в настоящее время – это каждодневная рутинная практика ведущих центров США, Европы и некоторых российских клиник. Примерно так это всегда выглядит. В общем-то, всегда картинка одинаковая. Это доктора разных специальностей, сейчас мы разберем, каких именно специальностей собираются, и обсуждают новые случаи, либо какие-то важные, practice changing, decision making и так далее. Все, которые делаются внутри любого онкологического учреждения, должны делать именно MDT-командой. Опять-таки повторюсь, это не онкокомиссия. Это абсолютно два разных события в нашей рутинной практике. История возникновения. До 1995 года MDT не существовало в мире. И еще до 1995 года подход в лечении пациентов был примерно такой же, как и сейчас в большинстве онкологических учреждений у нас есть. То есть нужна консультация лучевого терапевта, мы отправляем к лучевому терапевту, нам нужно патоморфологическое заключение, мы отправляем патоморфологу. И потом уже, когда пациент приходит к нам за тем или иным решением, мы смотрим заключение лучевого терапевта отдельно, мы смотрим заключение патоморфолога, но при этом, ну, скажем так, менее 10% специалистов позвонят и спросят у патоморфолога, что означают те или иные маркеры. Мы читаем, как правило, заключение, и мы не читаем, и мы, к сожалению, не всегда знаем, как влияет тот или иной маркер на прогноз заболевания. Например, в частности, я не знаю, лимфомы, циклин Д1. Вы прочтете в заключении, прочтете, что там писано циклин Д1. Ну, я думаю, что единицы знают, что это означает, и вряд ли каждый онколог позвонит своему патоморфологу и спросит, что это означает, хорошо это или плохо, нужна ли какая-то, возможно, интенсификация лечения или другой подход в лечении и так далее. То есть до 1995 года подход был именно такой, от специалиста к специалисту, как это есть сейчас почти везде. Результатом этого всего был единственный, естественно, неудовлетворенный результаты лечения и низкая приверженность пациентов к лечению. Все изменилось в 1995 году. Первый тюморборд появился в Англии после отчета Калман-Хайн. Доктора выехали в ведущее учреждение Англии и посмотрели, что да, действительно, пациенты не удовлетворены своим лечением, качество жизни пациентов низкое, показатели выживаемости низкие. И они выявили, что на самом деле, какое может быть решение данной проблемы, это введение тюморборда МДТ, мультидисциплинарной команды. С 1995 года в каждом учреждении Англии появился свой МДТ, который возглавлял специалист, ведущий специалист в той или иной нозологии. Если речь идет о МДТ по раку легкого, это будет ведущий специалист по данной нозологии в данном учреждении. Но у нас, как правило, это заведующее отделение. Ведущий специалист по нозологии – это заведующий отделением, руководитель отделения, профессор, научный консультант и так далее. Хирург-онколог, естественно, химиотерапевт, лучевой терапевт, патоморфолог, рентгенолог. Ну и по возможности, я понимаю, что в наших российских реалиях это не всегда возможно, это врач палеотивной помощи. И все они должны собираться в одном месте, в одно и то же время, раз в неделю, в определенные часы. Это залог успеха МДТ-команды и тюмор-борда. Координатор команды. Как правило, координатор команды – это ординатор, да, то есть это тот человек, который должен всех обзвонить, всем сказать, что мы сегодня собираемся, обсуждаем то-то, то-то, напомнить всем накануне, что это нужно сделать обязательно, да. Ну, например, в частности, я была координатором команды, когда проходила практику в Швейцарии. Моя задача состояла в том, что я должна была заранее сообщить докторам из лучевой терапии, химиотерапии, в том, что мы собираемся обсуждать такой-то случай, то есть мелкоклит, например, рак легкого, да, это было отдельное МДТ, нужно было созвониться, и всегда есть в компьютере у нас, сейчас это наша практика уже у нас в институте, есть отдельная папка, у меня еще 4 минуты 50 секунд, когда есть отдельная папка, и каждый доктор заранее знает, он знает, что завтра у меня МДТ, он открывает папку и смотрит, ага, мы завтра обсуждаем пациента Иванова, предположим, да, и для этого патологу нужно подготовить заранее пересмотреть стекла, лучевому терапевту нужно подготовить диски, химиотерапевту, естественно, тоже пересмотреть гайдлайны и примерно представить ту тактику, которую он хотел бы предложить для лечения этого пациента. МДТ в цифрах. По данным НХС в Англии зарегистрировано 1241 МДТ, 55 тысяч встреч в год, 106 тысяч 630 часов. Разберем на примерах выгоды. Урологический МДТ, да, это анализ совсем, ну, достаточно недавно, это 2009 год, недавно, потому что во всем мире это уже очевидно, что есть свои бенефиты в МДТ, да, у нас пока что это все еще в стадии развития. В частности, урологический МДТ, 260 пациентов с онкологическими заболеваниями в США после установки диагноза были разобраны на заседании МДТ. У 23 пациентов рака мочевого пузыря дополнения изменения диагноза были выполнены, у 44% пациентов были изменения в тактике лечения, практически у половины пациентов были изменения в тактике лечения. У 17% пациентов с раком почки дополнение изменения в диагнозе, у 17% у 36% в тактике лечения. У третьих пациентов с опухолью яичка также были изменения в тактике лечения. Колоректальная МДТ, 310 пациентов были включены, разделены на две группы, которые прошли МДТ, которые переходили от одного специалиста к другому. И точно так же можно увидеть по кривым выживаемости, что особенно большая разница выживаемости была у пациентов с метастатическим колоректальным раком. МДТ по раку легкого в медианной выживаемости у пациентов поста МДТ было в два раза больше, чем у пациентов, которые не получили МДТ, не прошли. И также экономия не только в нашем времени, но и экономия средств. В частности, был проведен анализ на примере пациентов с меланомой. 1600 долларов было сэкономлено в группе пациентов, которые получили консультацию мультидисциплинарной команды. Понятное дело, что расценки лечения совершенно разные за границей, чем у нас, но тем не менее можно провести некую аналогию, что выгода очевидна. Данные опросов. 96% врачей во всем мире в США и Европе уверены, что мультидисциплинарная команда улучшает качество оказания онкологической помощи. 73% врачей считают МДТ экономически целесообразной. Картинка, как проходит наш МДТ. В частности, это МДТ, мультидисциплинарная команда по саркомам. Возглавляют наши ведущие специалисты, рентгенолог, патоморфолог. Здесь у нас еще была онлайн-конференция. То есть, если тот или иной специалист не может присутствовать, либо он находится в другом учреждении, всегда можно подключиться по скайпу или по зуму и так далее. Здесь у нас была, в частности, один из МДТ, когда было подключение с Миланом, потому что были сложные случаи патоморфологического диагноза. Нужна была консультация нашего иностранного коллеги. Теперь вопросы. Два таких банальных вопроса. Кто не должен входить в МДТ, по вашему мнению? Патоморфолог, цитолог или медицинская сестра? У вас другой вопрос? А, ну окей, давайте вот так сделаем. А потом вернемся. Какая основная цель МДТ? Упростить процесс маршрутизации больных, повысить эффективность принятия решения, улучшить показатели безрецидивной общей выживаемости? 50, 50, 54, 45. Вы правы, абсолютно все три варианта являются правильными. Это был такой, да, коварный вопрос. Теперь, кто не должен входить в МДТ, патоморфолог, цитолог или медицинская сестра? Я знаю правильный ответ. Татьяна Юрьевна, что я вам сказала? На самом деле, вы ответили все неправильно. Медицинская сестра по стандартам, американским стандартам, европейским стандартам, она обязана в первую очередь входить в МДТ, потому что во всем мире нормальной практикой является, когда медицинская сестра, особенно в химиотерапевтических отделениях, она контактирует с пациентом от первого до шестого курса. Порой контакт медицинской сестры с пациентом может достигать более года. Медсестра лучше врача, порой знает, какие симптомы были, как себя чувствовал пациент, как прошло, не знаю, и так далее. Это да, ну это та медсестра, но мы же стремимся, так сказать, к золотым стандартам, правильно? Поэтому медицинская сестра, она должна входить в МДТ, не должен входить в цитолог. Цитолога не надо, медицинскую сестру нужно, у меня уже минус 15 секунд. Да. Это тюморборд, такая картинка. Видите, это опухоли, собрались за столом, написано the tumor board, и написано, джентльмены, у нас есть проблемы, кризис, с которым мы никогда еще не сталкивались. Этот кризис, это именно тюморборд, когда врачи собираются все вместе и обсуждают новых пациентов, обсуждают сложные случаи. Таким образом, принятие их решения становится более качественным, и это влияет не только на экономию времени, средств, но и общей безрецидивной выживаемости наших пациентов. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Продолжение следует...